Сергей Павлович, подробно разъясни, как у тебя случилась авария с собакой? С чего это началось? Началось это четыре года назад. У меня обратилась одна семья за помощью в дрессировке этой собаки. Порода её Шарпей. По бухам назови какая? Шарпей. Шарпей, да. В Китае эта порода выводилась для боёв. У них такая морщинистая такая. Я видел ужас, чудище какое-то. Я сюда с ней приезжал, да. Но он, видимо, нечистокровный и у него проблема. Он включается в охрану и агрессия к человеку. Я не знаю, как там у Шарпеев, но вот у Стаффордов, которые я держал, бойцовая собака, которые дерутся между собой, если у них есть агрессия к человеку, это является пороком, и их селекционировали. То есть этих собак убирали из разведения. Сейчас селекция у нас похерена. Никто ничего не селекционирует. Собак не убирает. Защитные организации защиты животных, да и законы сейчас вышли, что просто так убить собаку, ты и тебя еще и посадят за это. Еще и сговор. Никто их не убивает, и их под соусом породистое продают, а у них порок, агрессия к человеку. Они мне обратились. Сначала он, когда был щенок, прошли три занятия и перестали ходить. То есть я научил их уходить рядом. Агрессии тогда не было. Но когда ему исполнилось четыре года, они повторно мне позвонили и сказали, у нас такая собака, мы его... Проблема у них была. Когда он охраняет, никто не может зайти, и мы не можем его выключить. То есть сказать, фу, он нас не слушает, не понимает. То есть когда он был щенком, до команды фу, мы еще не дошли. То есть они просто не стали заниматься его десертом. Вот. И потом я индивидуально за занятий 10, наверное, с ним прозанимался. Я приучил его к наморнику. Вот. Хозяйка с ним гуляла. Он на собак уже не реагировал. То есть он знал команду фу. Я использовал там удавку, строгий ошейник. Первые занятия вообще в дресс-костюмы приходил. Он и на меня кидался. То есть он нагрессию такую проявлял. Вот. Ну... Вот. А потом они разошлись. Видимо, муж с женой. И она мне позвонила. Примите. У меня еще и услуга есть в гостинице. То есть я беру себе чужих собак себе домой. И они у меня какое-то время живут, пока владелец здесь там или на работе, или там в командировке. Вот. Я его взял. Он у меня прожил нормально. То есть он меня боялся. То есть я его укращал. Я его там и душил. Сколько жил он у тебя? Да дня четыре, наверное. Три он мне это... Вот. А потом повторно она мне звонит. Говорит, мне нужно уехать в Омск. Возьми его еще раз. А у меня какая-то... Ну... Я знаю, что он как бы... Непростой пес. Агрессивный. И если бы была бы у меня работа была, я бы отказался. А тут думаю, ну... И женщину жалко. Она говорит, никто с ним не может справиться. Никому. Вот я могу вам урагана. А ее он кусал, нет? Кусал. Кусал. Чего бы они ко мне обращались-то? Он и к ним агрессию проявлял. И муж ее, прямо видно, сильно его боялся. То есть я там и с ним работал. Но у него психологически вот он раз покусал. Если люди вот меня кусали собаки, я их не боюсь все равно. Меня они хоть там... Ну... Как бы... Вот. Но с этой собакой я уже, конечно, я уже третий раз его не возьму. Ну... Мне зачем, как бы, это... Значит, тебя дрессирует, польза есть? Конечно. Конечно, есть. То есть... Я бы пожалел эту женщину. То есть, действительно, у меня такая ситуация. Ей нужно было зарабатывать деньги. Вот. Она повратилась ко мне. Вот. А сколько просят за то, чтобы его это... Зубы ему выбить? Сколько надо? Я не знаю. Ну, сколько-то она платила тебе? Она мне платила. Сколько? Это за день или как? Она мне платила 500 рублей за сутки. Это без дрессировки. С дрессировкой, если собака, я беру 1000 рублей. Вот. За сутки. Но так как я его дрессировал, я поэтому 500 рублей, как бы, ну, не стал с ней цену завышать. Хотя, по идее, вот с агрессивной собакой я всегда... Если у меня, допустим, выездное занятие 700 рублей, то с агрессивной 1000 рублей я уже беру за... Вот. А как так получилось, что он у меня 4 дня прожил, она в этот день его уже хотела забрать. И я ей звоню, что не приезжаешь. Она говорит, билетов нету. Так он у тебя-то в клетке сидел или кто? Нет. Он у меня прям... Его в клетку невозможно загнать. И он... Он... Все. Он начинаешь в клетку. Он... Нет. Все. Он... Я... Нет. Так ходишь. Вот с ним, когда не конфликтуешь, он подойдет тебя, оближет там... Все-все-все. Но только начнешь его волю подавлять, он... А кто ты такой? И ему каждый раз нужно объяснять, кто я такой. А те хозяева, они не научились объяснять, кто я такой. То есть они попустили ему быть вот вожаком вставе. Он всегда в любой момент... То есть он командовал имя. Он вожак конкретный у них вожак. Но жена все-таки научилась. Он говорит, я его луплю, если что-то не так, я прям беру... Такая трубка металлопластика. Когда у меня металлопластиковая трубка, он сразу уши прижимает, он все ориентируется, все. Как только трубки нету, все. Она ему наморник научилась одевать, он его зубуливал, все. Но нет, если вот... Ну, как сказать... Не прочувствуешь, когда вот он включается в охрану, он всегда предупреждает. Я почему бы он говорил? Я готов с тобой конфликтовать. Если ты вооружен, тогда конфликтуй, то есть укращай. А если не вооружен, ну что, понятно. А как получилось, что он на меня кинулся? То есть я его выгулил, я пришел, своих собак завел. Вот. И он зашел в зал. И как раз у нас сейчас молитва по скайпу-то в 7 часов. Вот. И я думаю, я его вытащу, чтобы он мне не мешался, потому что он там и хрюкает, и ходит, там, и в эфир-то звуки идут-то, это самое. А ему, видать, охота было помолиться-то. И я к поводку-то потянулся, а свет не включил. Я не увидел, что он в охране. Я ничего не разрядую, сейчас за поводок возьму, потому что так его просто так не выгнешь. Когда вот его за поводок возьмешь, поддернешь его маленько. Он постоянно у меня с поводком ходил. И вот всем собакам, которые проявляют агрессию, я всем рекомендую, одевайте удавку и поводок. Но поводок подлиннее, она мне короткий привезла. И он прочувствовал, что я сейчас буду его брать за поводок и выведу. И он первым номером атаковал. То есть до того, как я не успел его взять, поводок, если бы он это... Я бы его подвесил, как я на тренировках делаю. То есть я подхожу, провоцирую его, он кидается в меня. И в этот момент я всегда его вешал. И я его научил, что всякий раз, когда он кидается на меня, ну и потом и на хозяйку, он всякий раз попадает в ситуацию близкую к смерти. То есть ученик оказался хороший? Ну, он укоротился, но не до конца. То есть хозяйка с ним гуляла, и муж с ним гулял. Они говорят, мы его не будем усыплять. Вообще таких собак, по идее, надо усыплять, потому что они духовитые. Если он вцепится, это хорошо, что он в меня вцепился. Другой бы, на моем месте, неопытный, он бы мог его... Он бы мог его за лицо схватить. Да мог бы и за лицо, лоб, и за горло, и куда мог. Куда мог, но... Бог, берег, ангелы, как бы... И куда он тебя вцепился? Он мне вцепился в голень. В голень. В голень. Вот, да, вот. В голень. В голень. Я потянулся за поводок, он вцепился в голень, вот. И дальше у нас пошла, как бы, я то ли его пнул, то ли рукой. Он мне рукой еще прокусил. И я как-то умудрился, схватил его за горло. Ну-ка, покажи нога-то у тебя как. А там замотана? Ну, то есть, замотана, да. Ну, я скидывал там дырка. И там ямка прям такая, большая. Да, большая. Вот здесь ямка, и здесь еще четыре дырки здесь, и одна здесь. У меня была. Дырки настоящие? Прям дырки глубиной, врач мне показывал, где-то сантиметра полтора. То есть, на полный клык он вошел, да, больше сантиметра. Вот. Страсть какая. А руку-то как? Ну, и руку сюда, я, ну, как. Вот. И у меня еще хватило опыта, может быть, сил. Я его успел схватил за вот это вот, за горло, за кадык. И он немножко у него, это самое, ну. Весокся? Я его поднял, то есть, я его, хоть у меня и кровь лилась, и там, и там. То есть, я его поднял, и я побежал из зала, побежал по коридору к туалету. Там у меня туалет, ванна там вместе. И я его прям так об стенку ударил, ну, чтобы он это самое... Точнулся. Ну, перестал. То есть, я его когда нес, он еще, то есть, пытался там как-то вырваться. Я его об стенку ударил, он немножко как бы... И вот этот момент, когда он растерялся от этого удара, я туалет открыл, туда его закинул и закрыл в туалет. Я подумал, что у тебя вода в ванной была. А батюшка мне тоже говорит, а я всем рассказываю, что, говорит, Ваня, ты его топил уже. Уже, что-то я потеряю. Ну, как, когда меня собака, ну, как его топить? Говорю, что она вода набрать, чтобы там вода была. Нет, воды не было. Я его в туалет закрыл, включил скайп. У меня сразу головокружение, кровь много, весь пол в крови. Вот. Я скайп включил, у меня растерянность такая. Ну, за всю историю... Я сколько уже лет? Двадцать, наверное, собаками занимаюсь. Третий раз на меня собака кусает. И всякие, и все три раза. Это была провокация с моей стороны. Первый раз меня ротвейлер кусал, меня зашивали. Хозяйка не удержала за поводок. Я на хозяйку второй раз за лицо меня малинула. Тоже хозяин не удержал за поводок. И здесь я сам не успел его за поводок. Так бы ничего бы не было. То есть, если бы он бы кинулся, я его, как обычно, удушил бы и все. Он на удавке у меня ходил. И всем я рекомендую, если собака... Ну, это со щенка надо было делать. Они упустили вот этот момент, когда... Ну, и старые люди говорят, пока маленький ребенок и щенок... Ну, со щенка, когда страх привьешь, у него это на всю жизнь. А когда упущен момент, взрослую собаку... Это можно укротить, но это нужно долго делать. А это же затрат на все. Вот. И кто же бесплатно будет под кулаки или таких ферсировщиков? А врачи-то тебя зашивать дома? Почему не стали зашивать? А они зашивать не стали, потому что... Боялись, что там зараза? Да. Боялись, что когда они зашьют, она внутри гнить начнет. Поэтому, говорит, мы собачьи раны никогда не зашиваем. Вот. Они мне предложили прививку от бешенства, прививку от столпника, по-моему, они мне не предлагали. Вот этого я не помню. Вот. Но я сказал, что собака хозяйская. В общем, что она не бродячая, не бешеная никакая, что я ее знаю, что она привитая. И они от меня отстали, как бы, перебинтовали. И все. Ну, ты какой вывод для себя сделал? Вывод-то какой сделал? Что лучше, как бы, остаться без зарплаты, чем брать вот таких вот сложных собак. Я почему ее сложную взял? Потому что в условиях вот кризиса, ну, все сейчас терпят, как бы, ну, безденежье. И на безрыбье рак рыба. А вот этот рак оказался-то он... А сколько раз тебя кусали собаки? Три, я объясняю. А где, расскажи, два предыдущих где были? Первый раз на площадке, на дрессировочной. Собака держала ротвиллера. Я говорю, давайте проверим вашу собаку, может ли она на двух... Да, 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 сейчас побыстренько. На двух хозяев отреагировать. Она его держит за поводок, тот фигурант нападает, она раз, и я сзади подкрадываюсь. То есть, переключится собака или нет? То есть, протестировать. Я предупредил собаку. Я сзади подкрадываюсь, охранная собака, он сразу переключается, а она бросает зачем-то поводок. У меня даже в мыслях нету, ну, тест, тест, она кидается, там кидается, все протестировали. Но она подумала, что, а я без защиты, она знает, что я без защиты. Она бросает поводок, собака на меня швыряется, я ей делаю уклон. Второй, собака идет мне в пах, я ей руку отдаю, она мне... А еще где? Второй раз вот в Кемерово, вы знаете этот момент. Ну да, о котором ты там какие-то щенков продавали, сказали, там они злые, а ты подошел к ним, что-то он тебя сцепил тут, на базаре. Мужик продавал щенков, а ты к ним сунулся, и он тебя тяпнул. Не помню такого. Ты сам приехал к нам, потеряю, рассказываешь, мужик продает щенки хорошие, ну, не такие большие-то. А мужик сказал тебе, говорит, не надо, они у меня злые такие, а ты подошел, он тут же ни слова не говорит его тяпнул. Наоборот было. Наоборот. Они охрана, то есть гены все перемешаны, все намучено, и никто за этой селекцией не следит, поэтому и такие несчастные случаи. То есть у нас нету селекции, она похерена у нас. Дрессировка еще как-то что-то хижется. И я говорю, спорим, говорю, твоя собака на меня кинется, потому что у меня дар любую собаку сделать охранной. Он говорит, нет, она тебя не неет сама. А вот, она лежит на привязи, все, я подхожу, я делаю такие движения, как кошка, и я смотрю, собака напрягается, напрягается, я раз, она, аааа. Он говорит, да это нет, не может такого быть, чтобы моя собака так, она никогда такого не делала. Я говорю, ну это надо, вот такое было. А то, что щенок, это меня тяпнул, не помню. У меня раз было то, что у меня лабрадор был, и мужик говорит, кусается, я говорю, кусается. Да я не верю, поднорился, лабрадор его хапнул. Тоже лабрадор не свойственно было, а в генетике вот такое вывели. Потом меня же упрекают. В общем, там ждут братья. А тебе нельзя сделать такой вывод, что работать только по немецким овщаркам, по хорошим собакам. Зачем тебе это страшилище? Да и среди немецких овчарок сейчас тоже хватает. Среди цены нарушены, да? Да, вот. Ну, у нас, когда мы занимались, я в уголовном розыске занялся с собаками. И там один, как кажется, Альберт его звать, сейчас уже ничего не знаю, не помню. Он где-то был. И на конуре увидел привязанный кобель. Он его возраст определил, его примерно так. И хозяин подошел, да мы не знаем, куда деваться, он злой такой. Я, говорит, его купил у них. А я у него купил у него собаки. Был один серый такой свет. Ухо перекусили, одно полуха висело вот так вот. А я говорю, у меня разницы нет от Оуфи. У них щенки хорошие были. И вот он купил его. И показывает, у него шрам, вот здесь на руке везде. Какой он есть? Чемпионом, кажется, России сделал его. Так вы, говорит, знаете, я встаю, говорит, полтора часа раньше для работы. Я должен с ним пробежать, должен учить. И все время занимается с ним. Ну, я держал собаку, знаю. Она от меня ни на шаг, никуда. Вот иногда там он ее стеком бывает, бичом. У меня этого не было. У меня не то, что похворенность, а влюбленность ее. Вот я ложусь спать, вот кровать, вот стол. Вот, примерно, ближе расстояние. Но иногда меня нету. Надежда Васильевна кормит ее. Теперь я сказал ему, допустим, нельзя. А нельзя, он не понимает. И она ему дает, он еду ей не даст и сам не будет есть. Я знал, что она любит жареную рыбу со сметаной. Я на ближечке оставляю, ухожу. Приду, не тронет. Выучка была здесь, невероятная. Вот, я сказал, охраняй. Она подходит, рядом ложится. Жена пытается подойти, но все, бесполезное дело. Она сразу зарещала ее, толканула лапами на кровати. Все, лежи, спи, не лезь. В общем, вывод, что, если хозяин с собакой занимается, или мало занимается, то моя... Это вот как в лагере. Вам ребятишек отдают, а если родители не занимаются, но все равно у рефлексов касается. Так же у собак. То есть надо одно дело, как дрессивно. Ну ладно, забирай, все. Сейчас мы здесь... Что, заканчиваем, выключаем? Да. Спаси Христос. Спаси Христос.